Девушки отдыхают Флот японский, но он нам не особо интересен Как, впрочем, и все остальные корабли и лодочки Но вот что действительно заслуживает внимания Это топовый французский основной боевой танк Лек-Лерк Заполучив его, я тут же отправился в рандом Где первые бои показали, что в руках у меня танк мечты Вот буквально недавно мы с вами рассматривали Тайп 90, японский ОБТ Машина шикарная Но вот покатавшись на Лек-Лерке Ты понимаешь, что есть к чему еще стремиться Ну что ж, давайте разбираться в машине Лек-Лерк вооружен 120-мм орудием Джат СиЭн 120-26Ф1 Отличное мощное орудие При этом нужно заметить, что у нас установлен автомат заряжания По этому поводу экипаж сократился до трех человек При этом танк обладает комфортной перезарядкой 6 секунд Конечно же, это не рекордный показатель Но очень и очень неплохо В стоке нам доступен кумулятивный снаряд на 600 мм Ну, в общем-то, можно им воевать Но, конечно же, придется выцеливать уязвимые места и всякое такое Ну, а вот уже получив топовый бобс Тут становится намного-намного веселее Почему? Ну, потому что у него пробитие Только вслушайтесь Здесь 528 мм Неизвестно, порежут это пробитие, не порежут Но пока мы имеем дело с этим Баллистика также порадовала Начальная скорость снаряда 1790 метров в секунду Короче говоря, огонь вести одно удовольствие К тому же, наша машина оснащена и дымовыми гранатометами Калибра 76 мм У нас их 14 штук Скорость горизонтального наведения вполне хорошая 25,5 градуса в секунду Так что тут опять-таки все более чем комфортно Увены также радует Орудие опускается на 8, поднимается на 20 градусов Это просто песня Такая хорошая французская песня Ну и, конечно же, броня Да, наша комбинированная броня Она защищает очень-очень хорошо Башня непробиваемая практически В общем-то, топовые бобсы мы останавливаем этой самой башней Это просто потрясающе Да, танковать можно Но тут история стара как мир В том плане, что есть уязвимая зона Да, это маска И в маску-то нас будут пробивать Ну, по крайней мере, те, кто понимает, куда надо бить Все остальные могут до посидения колотить нам по щекам башни Ничего они не добьются С ВЛД картина несколько другая Там могут быть рикошеты, которые будут уходить опять-таки нам в башню Где мы спокойно все танкуем Ну, а вот уже с НЛД немножечко похуже ситуация В верхней части НЛД там еще не пробиваемая Ну, а пониже легко пробивается противником Борта и карматор яйцона имеют небольшое бронирование И тут, конечно же, все протыкается на ура По этому поводу старайтесь борта не подставлять Ну и, наконец, ходовые характеристики Они тоже прекрасны Максимальная скорость у танка 71 км в час По пересеченной местности двигаемся со скоростью более 55 км в час Ну, а если случилось страшное и нам нужно отползти назад Мы спокойно раскидываем дымы и откатываемся со скоростью 38 км в час Раньше я считал, что лучшая УБТ-игры это японский Тайп 90 Но вот теперь, как говорится, король умер, да здравствует новый король Леклерк ожидаемо стал самым лучшим танком игры Так что у тех, кто прокачивает французскую ветку Есть дополнительный стимул сделать это как можно быстрее Ну, а то, что маска протыкается Ну, так она у многих протыкается Как говорится, пританцовывай, не давай точно стрелять противнику И будет все хорошо Ну, а на этом обзор подходит к концу Надеюсь, он вам понравился Всем крепкой брони и отличного настроения Субтитры сделал DimaTorzok